В полутора годовалый Малик Акнуров не приходит в себя пятые сутки. Врачи не исключают, что ввиду тяжелейших травм, такое состояние у ребенка может продлиться значительное время. Родители малыша готовятся подать еще ряд заявлений на соучастников происшествия 26 февраля в поселке Шубарсу. В тот страшный день Малик Акнуров был буквально раздавлен автомашиной Volkswagen Passat. При аварии малыши отрывало ножку. Всего в тот злополучный день в Volkswagen находилось четверо мужчин. Они ехали, гонялись друг с другом. Два машины были там уже. Оказывается, машины были пьяные там уже. Когда стухнулись, там уже они слезли и нецензурными словами материли всех стоящих, знакомых, незнакомых там уже. В общем, короче говоря, затеяли драки там даже. Кроме водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии с просрученными правами, обвинения также выдвигаются владельцу Volkswagen, который в момент аварии находился рядом с водителем, а затем стал избивать маму пострадавшего малыша. Муж сразу забрал ребенка и повез его в больницу. Я к ним подошла, стала спрашивать, что вы наделали. Они на меня матом и бить меня стали. Один душил меня. Родители написали заявление еще на двоих пассажиров Volkswagen, которые сразу после происшествия скрылись с места, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшим. Вместе с внуком еще четыре внука, пять внуков было там. Они слегка там пострадали, а вот этот годовальный ребенок остался на месте там. Он сидит на велосипеде, маленький велосипед, который толкается там. Он, конечно, не смог уже избежать. Остальные, ну, как упали, я очень короче говоря, слава богу, живы они там уже. А какие-то травмы они получили? Травмы есть, легковые травмы, например, на руках, живот там уже. Мы вызвали скорую помощь, они посмотрели, но слава богу, там все силы там уже. Суд уже вынес санкцию в отношении водителя. В течение двух месяцев он будет находиться в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения по статье 345, часть 2. Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.